привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня мы начинаем проходить хору хору хоррор под названием barrel hill эта игра в духе шороха внутренней тьмы то есть неспешные но очень страшный квест который мне советовали все кому не лень уже на протяжении где-то наверно месяцев трех и вот сейчас когда у нас такая вот атмосфера как раз для хорроров то есть наступила зима осень темные вечера когда нечем заняться погрузиться в такую вот неторопливую игру я думаю будет самое оно поэтому давайте приступать посмотрим что же нас тут ждет вы слушаете вашу местную радиостанцию радио баррель мы вещаем с вершины мира сейчас 15 минут восьмого и с вами я радиоведущая эмма харри я буду в эфире до самой поздней ночи поэтому не уходите никуда с наши волны вас ждет много интересного за окном 15 градусов тепла хоть наш метеоролог и пытается испортить эти теплые деньки обещая проливной дождь с громом и молнии мне кажется что непогода обойдет баррель хилл стороной это мы видим на volkswagen катим сразу хочу извиниться за полосы по краям экрана дело в том что в игре фиксированное разрешение изменить его нельзя никак либо обрезал бы сверху вот так я предпочел такое решение лучше для тех кто не в курсе сегодня особая ночь ночь осеннего равноденствия это очень важный праздник в народном календаре нас ждет 12 часов темноты проведите эту долгую ночь вместе с радио баррель ну конечно 12 часов темнота отлично повторюсь дело в том что либо у нас будет обрезанное сверху снизу то есть вы не увидите часть экрана либо вот так и у нас похоже сломалась машина супер так у нас осень похоже да с машиной что машина все насколько я видел мы ехали на каком-то volkswagen а здесь какая-то таврия просто но тем не менее машина сломана давайте что ли поищем людей опасность камнепад давайте потихоньку двигаться игра сделана не очень хорошо с технической точки зрения но я наслышал какая она страшная поэтому просто поэтому простиме это сужение дороги и кто-то вокруг нас ходит приятный такой лесок да давайте двигаться куда-то мы я думаю выйдем так в итоге кривая дорога искривление а тут что у нас будка какая то что тихо кто это ходит 0 эмоций пока что тут ничего увидим и нет так я не понял а ну да все понятно мы сделаем небольшой кружок на этим повернем вот так вот смотримся здесь по полной подожди а почему нет надпись давайте попробуем как-то какие-то опции там я не знаю так настройки описание инвентаря давайте хотя бы так справка она все понятно использовать предметы зонтаря можно на этой будке понятно хорошо давайте тогда убираться пока отлично так ночью заблудиться в лесу согласитесь это просто прекрасно тишина какая-то звенящая стоит но мы вышли какой-то заправки давайте осмотримся что у нас тут есть пока что людей не видать гб хью 101 отлично в машине опять же никого не да места для инвалидов так тут номера похоже это как мотельчик небольшой давайте пойдем к кассе может там найдем кого пусто супер фестиваль жатвы круг беру хилл третий класс это у них типа стоунхеджа тут что ли круг камней в беру хилл в беру хилл существует два круга камней внешний круг опоясывает холм а меньше возведен на его вершине вокруг кургана курган это могильные холмы которые зачастую возводились над уже существующими захоронениями более поздние захоронения добавлялись курганы в виде сосудов с пеплом так в одном кургане могут быть обнаружены захоронения разных эпох от бронзового века до эпохи римской империи часто курганы упоминаются вместе с кругами камней и прочими ритуальными памятниками цель с которой возводились круги круги камней ведущие к ним дороги не сна по сей день но зачастую их воспринимают как ритуальные сооружения новейшие исследования подтверждают тот факт что место расположения кругов камней не случайно они были взведены в соответствии с астрономическими принципами или в зависимости от расположения прочих памятников местности лично мегалитические корнольские памятники таинственные загадочные сооружения самые ранние из них мистические дольмены построенные в эпоху неолита и сохранившиеся в первозданном состоянии смотря на прошедшие тысячелетия эти захоронения датируются тысяч четыре тысячи пятисотом годом до нашей эры офигеть некоторые ученые сомневаются что они были разведены исключительно в качестве надгромных памятников некоторые из них стали объектами поклонения более поздних обитателей корнового во время позднего периода неолита примерно две с половиной тысячи лет назад были воздвигнуты каменные столпы вскоре после этого древние места поклонения обзавелись собственными таинственными столпами или менгирами а также удивительными камнями с отверстиями гусары молчать устремленные к небесам они равнодушно взирают как проходят мимо столетий возникают распадаются цивилизации рождаются и умирают религии их назначение до сих пор является предметом многочисленных споров и теорий с развитием металлообработки эра неолита перешла в бронзовый век на территории современного корнавала поселились так называемые люди кубков получившие свое название благодаря маленьким кубкам найденным в их захоронениях вместе с ними появились первые курганы ставшие местами захоронения поклонений культура людей кубков развивалась и традиции возведения курганов осталось в веках 2200 году до нашей эры курганы обрели черты традиционных захоронений которые легко распознаются и нынешними археологами отлично просто представьте человек заблудившийся в лесу такой подошел и стоит разглядывает вот это глупость почему почему что с нами будет короли прошлого пробудились от векового сна я не верю в это я не могу поверить камни живые его ищеки охотятся за нами сторож он где-то там я видел его она охотится за у кого там истерика я не понял мне сейчас самому тут успокоительный придется принимать его там не было потом она явилась я слышал там она господи ты чё так напуган бро свет выключился потом случился скачок напряжения и все лампы во дворе ярко вспыхнули я пошел на кухню но там было очень темно ничего не видно когда вернулся она она была там стояла в мотеле в сумраке я не смог зажечь лампу господи вот возьми она тебе пригодится если ты столкнешься с ним опять только бы она зажглась ты а чё вообще что ты мелешь слышишь она ищет да что же это мне говорили не поднимайся туда мама мама говорила мне это плохое место плохое держись подальше почему меня никто не слушает эти глупые старые сказки и идиоты которые пугают и мне остальных вдруг они были правы офигеть держись подальше от кургана ты поехавший по моему братю я хотел сказать вызываю полицию но его я почему сегодня короли древности пробудились он не прекратил офигеть куда я попал вообще подожди а тут какого черта вообще зачем я это делал я не понял ну да неважно давайте осматриваться возможно найдем более вменяемого кого-то кто мог бы нам помочь починить машину вообще бардак такой как будто здесь спешки кто-то убегал так что у них тут меню чипсы салат неплохие цены адская дешево достаточно все чикин киевский понятно спагетти это что кто и не совсем понимаю зачем не дает возможность трогать непонятные вещи ну раз дают значит надо давайте давайте к заднему двору что ли попробую пройти так куча непонятных но приятных возможностей подвигать все что угодно игра выполнена еще более слабым технологическом уровне чем шорох но при этом согласитесь атмосфера сразу чувствуется какая-то атмосфера гнетущего непонятного кобздеца давайте подойдем к машине с этой стороны посмотрим что же это вообще такое происходит то это что такое робот и грушечный автомат ботинки маркер больше ничего нет видимо нет куча мусора ну вроде никого не видать только этот безумный паренек вот автосервис мадамский джентльменский джентльменский заглянем остановитесь кормление чаек вредит им искусств если кто здесь есть спички в кто ходит мимо так ладно с облегчением для чего вот эти возможности общие вентиляцию включен пусть вытяжка поработает маленько что давайте выбираться с писсуаром там что как дела дырка для чего она тут вообще так даже ну я не знаю ну давайте в женский зайдем то что ли правильно еще привыкнуть как-то здесь не очевидно эти все движение мигающий свет отражение никого не видать отлично зачем садиться-то в туалет но не работает хорошо здесь кран заклинило все вообще ничего не работает ну я не знаю блин давайте тогда выходить что ли никого тут нет у нас пока что есть маркеры спички для чего они нам нужны явно не для того чтобы поджигать отсюда так мы это бесполезно и парень вовсе мне явно не поможет хорошо ну все закрыты по сути давайте попробуем дальше пойти что-то помощи на тут вообще никакой бальзам для волос зачем он нам да здесь надо быть очень внимательным потому что сами видите какие детали упускаются ну что я вроде ничего не пропустил может мне спички сюда нужно очевидно нет так пока значит мы никуда не выходим что-то мне нужно хотя бы фонарик какой-то что ли а вот смотри кто-то тут как раз ходил по моему нет ну что сок твою мать ворон испугался ну ладно блин в игре такая атмосфера текучей что что это значит быть почитаемым от того что веках и быть забытым я видел его парень ты вообще поехавший камни грохот смерть разложение понятно с того все полностью отъехавший паренек так ну что же мы делаем тогда заходим сюда у нас очередной замок отлично но нам нужно что-то придумать в принципе я думаю здесь полно места где мы что-то упустили так что разберемся может тут мусори тут что-нибудь есть она вряд ли там что все стеришь она не знает где я я видел его она охотится за мной с ума сойти повезло надо сказать будни корнула кошачья морда жительница соры поинта мисс асквит испытала глубочайший шок став свидетельницей а свидетельницей паранормального явления произошедшего за ужином откусив кусочек китайского шарика с куриной начинкой женщина увидела что содержимое еды чудесным образом напоминает образ недавно почевшей любимицы семьи кошки по имени чушка мисси сасквит решила что таким образом ее любимица нашла способ связаться с ней из загробного мира и немедленно села на вегетарианскую диету да вы шутите что ли капец какой-то об этом еще в газетах пишут видимо в корнула вообще ничего не происходит антенны пугают в сент оуфул создан союз матерей протестующий против возведения мачтовых антенн вокруг дриарис сайт заявление сказано мы не возражаем против улучшения теле и радиосигнала в области но антенны мачты выглядят ужасно нельзя ли хотя бы покрасить их в другой цвет некоторые женщины также высказывают опасения негативного воздействия антенны здоровья антенны мачты были установлены фирмой корнелл коммуникейшнс ее представители заявляют антенны мобильной связи очень похожи на телевизионные но не имеют к ним никакого отношения мобильные системы в Великобритании работают на более высокой частоте в соответствии с стандартными GSM представители корнелл коммуникейшнс обещают рассмотреть понятно кто тут бочковал ну и по сути все что ли так нам нужно плють чтобы туда попасть только я не знаю зачем нам вообще туда нужно попадать здесь по прежнему пустота здесь по прежнему тоже выходим обратно и давайте зайдем внутрь посмотрим возможно там мы что-то упустили так она с той стороны только открывается понятно но там внутри от этого кафе честно говоря у меня мурашки по коже как вообще от этого места не ешьте экспонаты хлеб и яйца лежат уже две недели как как минимум две недели вкуснятина были случаи что ли так что здесь за мифы легенда о Могриде как будто бабайка падение барина позделано ну да приветливое место ладно это мы читать уж не будем так пристально давайте что ли осмотримся еще раз тут здесь просто гробовая тишина опять снаружи кто-то ходит а вот смотри что это что это такое это лампа что ли ультрафиолетовая ну-ка подожди у меня ощущение что здесь нужно использовать спички потому что тут они есть но я не знаю как перетягивать я их не могу лево-правая правая кнопка мыши не работает оставим на потом есть ощущение что сюда я смогу двинуться только я зажгу лампочку пока что я нифига не вижу есть какой-то щиток света естественно нет а вот смотри ну допустим как странно это было сделано так и что же у нас тут есть так слева направо фойе подсветка в кафе в зал в кафе подсветка на кухне в зал в кухне так понял подожди подожди включаем электричество и пытаемся как-то, я не знаю восковый маркер, наверное, не подойдет я думаю, спичка может направление, конечно, странное маленькое так, ну, вперед я пока двинуться не могу, понятно давайте, вы знаете мы на этом, наверное, закончим эту серию а в следующую уже пойдем собственно, будем разбираться, что здесь да как, потому что я уже под уставший, голова не сильно соображает, но игра, надо сказать согласитесь, очень атмосферная, я думаю нам будет очень интересно ее пройти несмотря на то, что она достаточно примитивно сделана в техническом плане в плане именно сюжета и атмосферы она сделана очень хорошо так что с почином нас увидимся в следующей серии надеюсь, вам понравилось с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok